в этом ролике я вам снова покажу пролеты skyfish один пролет был влево другой вправо возможно это был один и тот же но это неважно я значит уже подошла к этому времени смотрите вот 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 сейчас еще раз отдалю пролеты очень быстрые и только замедленном режиме можно их зафиксировать со скриншотить сейчас попробую увеличить вот так следующий пролет на 01 14 01 14 подходим к этому месту и смотрим сейчас он полетит слева вот сейчас направо так еще раз вот его видно бывает только там где вот лампочка захватывает освещение за пределами там где освещение уже не такое он становится невидимым сейчас я вам покажу скриншоты тоже скриншоты покажу так скриншоты где я сделала где у нас скриншоты и вот кажется увеличиваем вот один пролет у такого выглядит и и второй вот вот так выглядит кроме того я когда снимаю солнце и небо и луну потом рассматривая на замедленном режиме в увеличении свои вот эти видео очень часто замечаю в общем то что невидимо в обычном режиме вот здесь хотелось сказать вам что вот это неизвестные плазменные образования пролетают не только в виде sky фиша в моей комнате но они по всему миру эти sky фиш летают и на улице и просто в комнате как-то более необычно в квартире вот я снимала солнце и вот такие сгустки очень быстро пролетающий то есть я от силы могу два скрина сделать и это с трудом на экране за время его пролета вот так какие-то точки меня заметила что вот эти точки их постоянно почти что сопровождают точки вот вот так вот такое вот это с одного фильма свои зарисовки с одного видео при съемках солнца заскринила так вот еще вот такое это не облачка это то что у моментально пролетает вот видите здесь тоже рядом какая-то . присущие так вот здесь вот так это уже выглядит там пролеты настолько быстрее что это они может быть не паутиной не там по форме не похоже ни на какое насекомое сами видите так вот еще вот такое вот так выглядело так еще был вот такой вот видите над солнцем как таблетка какая-то что ли потом еще я еще снимала на другую сторону карта камеру как бы или не камеру а фотографии перевернула где это вот здесь вот видите вот две точки тоже плазменные увеличивая то есть сейчас для сравнения вам похожу вот это муха на нее какие-то вот очертания есть понятно что муха а эти белые точки в общем это плазменные существа а ну вот я еще перевернула или это другой кадр вот то что таблеткой выглядит это другой наверное потому что он здесь подальше стоит от солнца видите вот так выглядит вот такие существа кроме того мне попадалось еще вот такое значит начале вот оно было вот таким вот видите непонятно что следующий кадр она уже было вот таким ну можно предположить допустим что это стрекоза хотя мне кажется не очень-то и похоже что он не висит там сзади непонятно ну ладно пусть допустим это стрекоза будет но что уж как она вот трансформировалась это следующий уже кадра вот после этих как она могла трансформироваться вот вот так уже то есть ну какого-то логическое объяснение что-то стрекоза как-то не подтверждает потом что я еще замечала потом один раз снимала тоже солнце и очень-очень быстрый пролет вот такое существо нанеси насекомое вроде не похоже больше больше похоже на какой-то самолет и вот следующий кадр этого существа она уже выглядела вот так в общем непонятно что это тоже потом я еще снимала вот облака облака ну странное облако после того что я увидела странное облако которое казалось портал я стала уже внимательнее за облаками наблюдать вот посмотрите вот это облако вот какие-то острые углы видите как-то странно и сейчас я вам покажу остальные скрин этого облака вот тоже это облако то же самое то есть я его поснимала покой а потом здесь уже здесь что-то темное над ним что это то есть видите это на насекомое не похоже она прозрачная и в то же время темное вот сама облака тоже вот этот квадрат в середине как-то остается и посмотрите там такое ощущение как будто вот сейчас по центру экрана как будто кто-то стоит на какой-то платформе и тоже вот черная точка на этой платок а вот это как какая-то фигура ну не так видится вот посмотрите в общем очень странное облако и поэтому я вот поделала скрины поснимала его а потом поделала скрины так дальше сейчас ну ладно буду вот так то запутаюсь последовательности это тоже вот она здесь она уже вот так выглядит здесь вот так вот так выглядит потом она выглядит вот так кое-что там какое-то движение какая-то жизнь но в очень быстром темпе происходит так следующее потом вот видите тут тоже внизу что-то появляется что это непонятно на самом облаке такое впечатление как будто там стоят плотную какая-то толпа фигур ну не так видится я вообще предположила что вот этот портал портал опять и попался мне портал но я не уверена но в любом случае выглядит очень странно это облако теперь вот так она выглядит следующий кадр потом вот видите в середине как будто дверь какая-то то есть облако разделенное вот этим промежутком ну согласитесь это странное облако и она в таком состоянии как какое-то время находилось тут какой-то квадрат появился светловатый видите на этом блоке на этом блоке в общем очень странно который я еще не показывал это я уже показала идем дальше потом следующий раз он вот такой видите здесь какая-то белая вот полоска появляется не знаю не знаю так она теперь проем стал не прямой а какой-то углом больше но все равно видите как странно это выглядит дальше теперь она вот такое снизу видите тоже что то как тот проем сокращается потихоньку но на самом облаке вот так вот что такое что то такое он следующий опять внизу вот что то темное проем уменьшается видимо портал закрывается вот здесь он вот так выглядит тоже видите какие-то середине белой полоски портал все закрывается все как бы вот эта дверь замазывается замазывается так сказать вот следующий кадр вот так выглядит сверху опять какая-то светлая полоса как будто это стол какой-то или ключ непонятно здесь какие-то темные точечки так и вот последний кадр вот этой серии вот видите тут сейчас по центру я поставила тоже как будто две фигуры стоят одна повыше другая пониже ну у меня вызывает такие образы вот эта картина дальше потом мне еще попадалось здесь что у меня а ну вот вот это что я не знаю может быть это муха почему у нее крылышки прямо от самой головы больше на самолетик похоже но это так вот для примеру я что как выглядит вот здесь когда я странное солнце 5 марта 24 года снимала вот такая пелена у нас стояла это вот солнце заходит за гору и часть видна ну самое интересное было до этого момента но вот здесь когда я стала рассматривать тщательно видео вот увидела вот такую полоску то есть мало то что солнце было странное у меня есть видео на канале называется что случилось с солнцем если вам интересно поищите и вот такая полоса была то есть вот солнце сейчас здесь горы проходят а полоса чуть выше и вот такая вот туманность не знаю как это назвать молозиво такое было то есть это не облако видите оно прямоугольное и облаков не было в это время дальше так я выглядела в советском союзе в молодости у меня были большие красивые глаза но после того как два раза мне сделали операцию на глаза для улучшения зрения не стали обычные маленькие так вот но зато благодаря этому благодаря этой операции и я вот в недавнее время я осознала увидела путем наблюдений там каких-то случайных каких-то фактов потом подтвержденных экспериментами на канале у меня тоже есть ролики я узнала что наше пространство как бы является зеркалом то есть в нашем пространстве отражается все то есть в пространстве что я имею ввиду вот воздух атмосфера вот то что у нас то что мы чем мы дышим в чем мы находимся и в этом пространстве все предметы все отражается как в зеркале как в зеркале это было удивительно то есть получается что в этом пространстве как говорил на вернанский в ноосфере оно все заполнено чем-то нашими мыслями нашими поступками нашими действиями там все это как хранится как в облаке и оттуда же к нам якобы и поступает информация тоже ну поэтому наверное всем надо задуматься чтоб и мысли были чистые и поступки совершать тоже чистые потому что никто ведь не хочет смотреть в грязное зеркало а то что наше пространство является зеркалом это сто процентов вот как вы в зеркало смотрите точно так же атмосфера вот эта наша является зеркалом и не только атмосфера в земле ведь тоже остаются наши следы иначе как собаки находят по следу допустим проходящего человека потому что на земле тоже остаются следы и так же на всех предметах остаются наши следы то есть отражение от нас нашей а мы что такое мы энергия и вот это все оно оставляет отпечатки на всем что нас окружает вот такое видео я вам сегодня записала увлеклась забыла что экран не видел что экран потух смотрела в окно в общем всем желаю чистых помыслов и чистых поступков и любви ближних и к ближним в общем и в общем это